Философов Платона и Аристотеля разделяло важнейшее теоретическое отличие. По системе Платона общие понятия нашего сознания – идеи – имеют самостоятельное существование вне призрачного мира материальных вещей. По Аристотелю же идеи неотделимы от вещей и имеют своё бытие в них, в неразрывном сочетании с ними. Идея – только форма, дающая материи смысл. Аристотель, в отличие от Платона, считает, что никакого особого потустороннего мира идей нет, и в начале жизни душа подобна чистой дощечке для письма «Табула Раза», на которой ещё ничего не начертано. Затем она постепенно заполняется отпечатками, приобретаемыми из опыта. Получая от материального мира простые чувственные впечатления, душа при помощи индукции переходит к более сложным общим понятиям. Рациональная логика образует краеугольный камень философии Аристотеля. Он разработал её в такой полноте, что впоследствии к ней не было сделано почти никаких дополнений. Учения Аристотеля чаще всего подразделяют на четыре раздела. Первый – логика. Второй – теоретическая философия, которая сама делится на первую философию – метафизику, математику и физику. Третий – практическая, поэтическая философия, состоящая из этики, экономики и политики. Четвёртый – поэтическая философия, учения поэзии и риторики. В основу первого раздела – логики – Аристотель кладёт ряд категорий, наиболее общих рациональных понятий. Чаще всего он называет десять категорий – сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание. Из сочетаний различных категорий создаются сложные высказывания. Чтобы содержать в себе истину, они должны подчиняться законам логического мышления. Высказывания тоже могут сочетаться, образуясь силлогизмы с новыми логическими выводами. Главное содержание метафизики первой философии Аристотеля сводится к критике платоновского учения об обособленности мира идей от мира вещей. Аристотель доказывает, что идеи – лишь конкретная форма материи. Материи и их формы нераздельны, они не могут существовать друг без друга. В природе нет ни чистой, бесформенной материи, ни нематериальной, ни овеществлённой идеи. Материи присущи внутренней стремлении воплотить содержащиеся в ней возможности. Эту внутреннюю тягу к оформлению Аристотель именует интелехией. Благодаря интелехии из простых материальных форм создаются всё более сложные, постепенно восходя к первоисточнику всякого движения – первому двигателю, Богу. Бог есть форма форм, чистое мышление, чьим предметом может быть только высочайшее и совершеннейшее, то есть только он сам. Бог – законченная высшая форма, последняя ступень совершенства, которую уже невозможно превзойти. Деятельность Бога таким образом состоит лишь в блаженном самосозерцании, без практических актов. Бог Аристотеля является, поэтому, не столько источником, сколько конечной целью природного движения. В философии Аристотеля Вселенная стремится к божеству, но оно само относится к этому стремлению бездейственно. В физике Аристотель признаёт четыре первоначальные стихии, которые посредством движений смешиваются, порождая всё многообразие мира. Земля и Вселенная, по Аристотелю, имеют форму шаров. Вселенная ограничена небом, образованным из пятой, божественной, вечной и неизменной стихии – эфира. Небо состоит из нескольких концентрических сфер. Одна из них – звёздное небо. Расположены на ней звёзды, вечные и блаженные живые существа. На других небесных сферах находятся планеты, чей ранг ниже звёздного. Шарообразная Земля образует центр Вселенной. Все живые существа обладают собственной интеллехией – душой. Вследствие вечного стремления материи ко всё более совершенному оформлению, неорганический мир мало-помалу переходит в органический. Жизнь, развиваясь, достигает высшей ступени совершенства в человеке. Согласно этике Аристотеля, добродетель состоит не в знании добра, которое само по себе не удерживает от дурных поступков, а в постепенной выработке у личности сознательной тяги к доброму. Суть добра – в господстве разумного элемента души над чувственными страстями. Этическое поведение состоит в том, чтобы занимать разумную середину между противоположными крайностями, которые и есть пороки. Без добродетеля невозможно счастье, составляющей цель жизни. Истинная нравственность теснейшим образом связана с идеей блага государства. Потому Аристотель считает этическую философию очень близкой к политике. Государство он признает высочайшей целью нравственной деятельности человека. Первооснову государства – семья. Семьи образуют общину, а из соединения общин возникает государство. Высшая цель этого института – счастье его членов. Счастье же основано на добродетели. Поэтому первая задача государства обязана сделать своих граждан добродетельными людьми. Аристотель полагает, что наилучшее государственное устройство не должно основываться на крайнем идеализме, как в государстве Платона. В своем трактате «Политика» Аристотель отстаивает те же средние, умеренные принципы, что и в этике. Он отвергает призывы Платона к общности женщины имуществ, отстаивает семью и частную собственность. В «Политике» Аристотель дает обзор форм государственного правления, сводя их к трем – монархии – правление одного лица, аристократии – правление немногих лиц и демократии – общенародное правление. Каждая из этих трех политических форм имеет свои преимущества и недостатки. Когда последние получают преобладание над первыми, три возможные формы государства переходят в свои испорченные разновидности – тиранию, олигархию и охлократию – власть буйной толпы. В посвященном поэтической философии трактате «Поэтика» Аристотель говорит, что искусство трагедии должно возбуждать в зрителях чувство ужаса и сострадания, чтобы путем сильных впечатлений производить катарсис – очищение души. Аристотель – сторонник трех драматургических единств – времени, места и действия. Субтитры создавал DimaTorzok